Как отметил глава района в начале встречи, итоги четвертого квартала уходящего года огорчили. 25 случаев со смертельным исходом. Это увеличило статистику аварийности в целом. В уходящем 2016 году трагедии на дорогах произошло больше, чем в прошлом. На сегодняшний день мы имеем с вами 25 случаев со смертельным исходом на территории района. И показатель на 100 тысяч населения 22,17. Это выше, чем показатель, установленный для Московской области в соответствии с указом президента. Участники заседания подробно разбирали каждый отдельно взятый случай гибели человека на дороге за отчетный период. Как доложил собравшимся исполняющий обязанности начальника ГИБДД Юрий Шашурин, одна из основных причин смертности на дорогах банальна – пьянство за рулем. Я веду, что в основном у нас 5 трупов. Это лица, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В одном случае, когда лобовое столкновение, водители были в нетрезвом состоянии, и одна и вторая машина – два трупа. Пензенские ребята, приехавшие зарабатывать деньги, хорошо погуляли, въехали в забор. В Государственной Думе давно звучат предложения наказывать за вождение так, чтобы неповадно было, если по пьянке сбил людей 15 лет за решеткой и пожизненное лишение прав. Штраф за нетрезвое вождение до 100 тысяч рублей и конфискация автомобиля как потенциального орудия убийства. Пока на общегосударственном уровне новые меры только обсуждаются, в нашем районе власти с такой ситуацией мириться не собираются, особенно в предстоящие новогодние праздники. Наш главк дал указание с 1 по 9 число провести глобальную операцию «Нетрезвый водитель» и пешеходный переход. Все это мы осветим в СМИ. И общее состояние дорожной ситуации, безусловно, влияет на безопасность движения. Есть в нашем районе особенно проблемные участки. О каждом из них тоже шла речь отдельно. Среди особо отличившихся 30-й километр Каширского шоссе с проблемным светофором, бесхозная дорога Суханово-парк и другие. Большая проблема для нас сейчас развилка. Это МКАД, беседы, Дроздово-МКАД. Как такового очага аварийности там нет, но на этой дороге у нас произошло 3 ДТП, один наезд на пешехода, один наезд на препятствия и лобовое столкновение. Как выяснилось, проблемными бывают не только участки дороги, но и прилегающие к ним инфраструктурные объекты. На 27-м километре есть у нас АЗС, нефть ремонтная, и на ней производится торговля перетехническими изделиями. Мы, конечно, не специалисты, но все-таки считаем, что это опасно тем не менее. Можно попросить вас дать поручение соотечественным службам провести проверку? По всем затронутым на заседании вопросам будет проведена проверка и приняты соответствующие меры. За январь месяц мы вместе с службами ГБДД проработаем все аварийные участки, сделаем дорожную карту, которую нам нужно будет согласовать и представить в правительство Московской области, соответственно, в главк ваш, для принятия мер в 2017 году по устранению очагов аварийности, которые у нас выявились. Безопасность – это еще и очищенные от снега проезжие части и дворовые территории. Олег Хромов отметил отличную работу коммунальщиков в Бутово. Например, Бутово-парк-1, Бутово-парк-2 до асфальта. За исключением машины, которые не выезжают. Очень хорошая уборка. Однако не все коммунальщики так добросовестно справляются со своими обязанностями. Работа, а вернее не работа некоторых из них вызывает недовольство наших жителей. За зиму целиком ни разу не было очистки. Если раньше бывало, что оставляли на машинах бумажки, что, мол, вот просьба такого-то числа машину убрать, так и будет полный очисток производиться. В этом году такого не было, хотя снег идет постоянно. Трудовая деятельность Дорс-сервиса и комбината благоустройства была названа главой района неудовлетворительной. Представители этих компаний были незамедлительно отправлены Олегом Хромовым из зала заседания на устранение ошибок. Мое предложение не заслушивать сейчас доклады двух директоров. Если коллеги поддерживают, потому что я думаю, что мы сейчас выслушаем достаточно сухие цифры о чем-то, мы видим все, что происходит за окном. Я предлагаю их отпустить для того, чтобы они сейчас наводили порядок и организовывали качественную уборку. В четыре часа соберемся у меня. О проведенной или не проведенной работе над ошибками мы с вами узнаем очень скоро. Для этого нам достаточно будет посмотреть в окно. Илья Кремнев, Данил Свидырский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Илья Кремнев, Данил Свидырский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.